здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека как вы думаете что объединяет восприятие людей такие слова как психиатрия психотерапия мистика конспирология эстрада криминалистика нетрадиционная медицина вы не поверите одно слово гипноз интерес к нему в обществе то падает то возрастает а гипноз меж тем как явление развивается сегодня у нас в гостях настоящий гипнотерапевт опытный гипнотизер можно наверное так сказать клинический психолог александр колмыков здравствуйте александр добрый день наталья вот у меня сразу скажите прилично ли вас называть гипнотизер вот как профессионала или это вот такое вот очень затертое слова я бы сказал что это такое более распространенное в обиходе слова и она больше на инка страде относятся да вот по звучанию как будто по ассоциации ну вот гипноз что такое откуда вообще он взялась кто его первым на обнаружил понятно что не придумано обнаружил свойства психики да кто это что это за человек такой волшебный но вообще гипноз уже известен человечеству на протяжении наверное двух с половиной трех тысяч лет то есть еще времена египетских фараонов так называемая каста жрецов использовала техники и методы гипноза с помощью которых они узнавали какую-то информацию от бессознательного и доводили эту информацию до фараонов до других людей и этими техниками этими методами человечество пользовалось на всем протяжении своей истории другой вопрос что эти техники находились под неким запретом да под грифом секретности то есть например жрец который расскажет с кем-то поделится техниками гипноза подлежал казни и поэтому это тайна хранилась за семью печатями и соответственно никому не передавалось но в научных уже кругах сам по себе термин гипноз был введен в обиход неврологом хирургом джеймсом брейдом в 1843 году и тут как раз таки и кроется самые такое вот противоречие и то что потом вело в заблуждение очень многих людей потому что брейд когда описывал то что он обнаружил назвал это неким состоянием особого сна и и вот здесь следует как раз найти ту самую скрытую вот жемчужинку ту самую скрытую изюминку которые потом очень многие поколения людей на это попадались и их чрезвычайно вводило в заблуждение что же такое гипноз дело в том что брейд описывая гипноз как состояние описал его как некое такое основное физиологическое функциональное состояние организма как сон и бодрствование но дело в том с потребностями связал состояние состояние которые связаны с потребности есть состояние а есть метод и брейд как основоположенник назвал гипноз состоянием а соответственно то что говорит первооткрыватель тот кто вел это в сознание и в науку это такой гуру непогрешимый слова которого не подвергаются как правило какому-то сомнению то же самое когда джеймс брейд сказал что это состояние как функциональное состояние организма основное состояние организма то у состояния есть определенные стадии и она отличается тем что при определенных условиях данное состояние всегда может быть воспроизведено совсем другое дело это метод метод это можно сказать инструмент и исследование гипноза она разделилась на два лагеря но так как шарко продолжал это называть состоянием по между школами противоречие дошло до конференции и на 1898 год если мне не изменяет память была поставлена тогда еще . сказали что гипноз это все-таки процесс это метод соответственно школа нансийская которая говорила что если убрать из гипноза воображение и внушение то ничего и не останется точку окончательную вот в этих вот противоречий эксперимента до поставили эксперименты так на протяжении более 30 лет николас спанос он был руководителем именно лаборатории по исследованию гипноза именно практической лаборатории он провел более 250 экспериментов это просто невероятное количество в которых показал что гипноз не является состоянием а является методом инструментом и соответственно если это метод если это инструмент то совершенно другой подход ну и взять хотя бы последние такие вот данные огромном количестве мошенников которые звонят часто даже не то что бабушкам или пенсионеркам а звонят даже взрослым людям представляясь сотрудниками банков или сотрудниками правоохранительных органов убеждают их куда-то идти и совершать какие-то действия соответственно если бы это было состояние гипноза то нужно было отслеживать стадии гипноза на какой стадии что происходит а визуального контакта у них нету то есть соответственно там определенные первая стадия вторая стадия то есть легкий гипноз средняя стадия гипноза стадия сомнобулизма и нужно было все это отслеживать и наблюдать а у них есть только голос только речь соответственно есть некое другое состояние в которое можно войти используя метод гипноза то есть если мы говорим о том что когда люди говорят в обычные не специалисты да а гипнозе то они в основном имеют ввиду уже эффект который возникает в результате применения метода гипноза то получается что здесь вот допустим с телефонными мошенниками он имеет место быть потому что какую-то часть метода гипноза они используют я правильно понимаю даже я бы сказала что не всегда например недавно камни не все конечно нет то есть я бы даже сказала больше они используют речевые паттерны то есть разные значения слов и почему мошенники предпочитают именно живой разговор а не использование например сообщений потому что через голос можно откалибровать можно понять настроение и состояние собеседника можно достаточно точно понять кем ты разговариваешь кто на той стороне и даже самое главное можно понять определенные сигналы стресса замешательства по паузам по дрожи в голосе по вопросам а используя сообщение они не знают в каком состоянии находится человек который это сообщение читает соответственно они не могут предполагать как идет реакция и что нужно говорить дальше поэтому они все непременно хотят вот живого контакта но о каком состоянии гипноза можно говорить если например при разговоре не используется ни один из методов на ведь так называемого наведения индукции трансового состояния то есть там речевые механизмы механизмы разных значений слов и выведение собеседников определенное эмоциональное состояние это совсем другое но это важный момент массовый гипноз вот есть такое понятие он в этой части он как бы возможен или нет массовый гипноз но он как метод как методами так как он возможен ну то есть если его опять-таки не как состояние пытаться подать а именно как метод использовать я бы назвал гипноз это искусство то есть да искусный человек владеющий методом техника и гипноза он может использовать этот метод и получать как бы подводить собеседников к желаемому для этого человека состоянии но не факт что все сто процентов войдут соответствующее эмоциональное состояние и уж тем более что они примут какие-либо внушения хотя конечно же большинство людей которые не критично на это реагируют они могут на какие-то вещи через барьеры критики повестись это вот вы то о чем вы сейчас говорите это похоже на слово гипнабельность или там подверженность есть с гипнозом два основных термина это гипнабельность и внушаемость они на самом деле немножко отличаются друг от друга гипнабельность это способность через метод через технику гипноза входить в так называемое измененное состояние способность самого человека до соответственно гипнабельность это быстрота входа в измененное состояние сознания или можно сказать в определенный режим работы мозга можно и так назвать это сказанное то же самое только сказано немного по-другому а вот то внушаемость это нечто другое но они между собой взаимосвязаны например если женщина покупает какую-то блузку одевает ее ее видит знакомые говорит да что ты на себя надела ты выглядишь ужасно и эта женщина совершенно не критично берет вешает эту блузку в шкаф и больше никогда не одевает то мы говорим о внушаемости если я вас правильно поняла то гипнабельность это больше нейрофизиологически ли там психические особенности человека да но это особенности которые можно сказать именно связаны с нейрофизиологии нейрофизиологически внушаемость это больше все-таки социальная штука до внушаем внушаемость это тоже имеет как бы аспект силы нервной системы то есть у каждого человека тоже тоже да тоже там есть генетический аспект то есть у нас все таки двойная цепочка генов от матери от отца и между ними также есть доминантные гены есть ретессивные гены и если соответственно человек через своих предков был более успешен и какое-то поведение давало успех более гибкая то такой человек если будет воспитание соответствовать вот этим проявлением генов будет более гибок и более внушаем а если же человек более был упрямый родители были более упрямые дальнейшие предки и родители дали ему быть упрямым конечно и я бы всегда такую метафору привел что гены это семена а среда это почва если семечко попадет в хорошую почву то вырастет большое мощное сильное дерево а если семечко попадет куда-то например на скалу которую ветра постоянно обдувает то вырастет такое хиленькое слабенькое растение которое будет больше похоже на кустик нежели на большое мощное дерево я хочу воспользоваться ваши же метафоры и поговорить о том что гипноз это инструмент если мы говорим а это часто очень обсуждается что психология вообще это тоже инструмент который можно использовать во благо а можно использовать во вред вот гипноз точно такой же инструмент вот как вы считаете с точки зрения того что но не бывает такого чтобы все были люди с чистыми руками и с горячим сердцем холодной головой до хорошем смысле слова правы ли были вот те древнегреческие или древнеегипетские жрецы которые держали знания о гипнозе под вот чуть ли не государственной тайной ну здесь также можно посмотреть например на вот этих самых мошенников которые в принципе используют риторику еще которые описаны 500 лет до нашей эры в диалогах платона сократом и используются разные методы подхода к человеку и здесь бы я сказал что вот эти мошенники это хорошие актеры это в первую очередь хорошие актеры для того чтобы например жертва им поверила жертва же должна быть уверена что действительно перед ней или перед ним настоящий сотрудник службы безопасности банка или настоящий сотрудник правоохранительных органов то есть это безусловно невозможно без определенных актерских данных без определенного актерского таланта и соответственно как бы если исходить из такой логики то тут нужно также и обучение актерского мастерству запретить тут я бы все сказал в информированности людей дело то есть и сейчас даже можно встретить специалистов которые даже обучают гипнозу я например гипноза обучаю с 2008 года то есть 15 лет и также на различных встречах конференциях встречался с другими преподавателями гипноза и среди них до сих пор очень много тех кто относится гипнозу как состоянию потому что за тот период когда у нас наши советского типа исследователи и практики гипноза писали книги и проводили опыт и презентации они тоже преподносили гипноз как состояние а потому что опять же от партийных функционеров чтобы получить добро и финансирование на дальнейшие исследования им нужно было поддерживать тот миф что это состояние кроме того такая точка зрения всегда была удобна для так называемых зависимых людей которые обладают высокой внушаемостью и склонны более подчиняться людям значимым людям более стоящим на высокой иерархической лестнице и таким образом гипнотизер представал в роли такого значимого важного авторитетного человека и было показано что это некое состояние в которые люди входят им затем давалось в этом измененном состоянии сознание внушение и многие люди действительно бросали пить некоторые бросали курить и в принципе можно сказать что даже вот это вот небольшая подмена понятий она была во благо то есть это очень тонкая грань и которые вот следует понимать где находится вот так так называемая темная сторона силы и это все таки в голове у каждого человека и даже то же самое внушаемость она ведь зависит от тренированности человека то есть можно оттренировать определенные области мозга потому что наши нейронные сети они тоже подвергаются тренировки как мышцы благодаря тренировка становится более устойчивыми более выносливыми также если тренировать наш мозг также можно выработать себе большую внимательность большую критичность и большую устойчивость каким-то воздействием принципе используя метод гипноза можно добиться измененного состояния сознания при достаточном профессионализме проводящего и здесь я не зря сказал про искусство про мастерство если просто тупо повторять какие-то слова паттерны какие-то какие-то скрипты не отслеживая реакции человека в том числе и невербальный то результат но будет в очень в очень маленьком процентном соотношении тут очень важно отслеживать те изменения которые происходят с человеком и вот тут как раз мы коснулись вот этого так называемого измененного состояния сознания потому что измененное состояние сознание это можно достичь не только методом гипноза это состояние можно достигнуть методом молитвы медитации даже использованием различных одурманивающих веществ галлюциногенов это тоже будет измененное состояние сознания и не секрет что даже самые известнейшие величайшие открытия они были часто получены в моменте как раз в этом состоянии взять известнейшего математика двадцатого века соревноваться романоджина который получал свои ответы на величайшие математические загадки которые люди тысячелетия не могли решить именно вот в таком состоянии а когда его спрашивали откуда получены он говорил я в молитве обращался к богине и богиня сказала мне ответы математики видели и говорили да это правильные ответы но как-то их достиг как-то их узнал богини знала как доказать ту или иную теорему никола тесла менделеев свою таблицу до увидел в таком состоянии сна то есть фридриха кекули увидел бензольное кольцо тоже то есть очень много открытий было именно произведено в таком состоянии кстати у нас даже целое в казанском университете есть целая кафедра которая занимается исключительно состоянии ну как бы состоянии психологии состояния в том числе конечно да и это на всю россию известно потому что когда набираешь даже в интернете измененное состояние сознания обязательно есть ссылка на и наших хорошо двигаемся дальше что что может стать целью гипноза то есть например вот вы гипнолог вы работаете с этим с какими вопросами искать его к вам обращаются какие задачи вы можете решить как гипнолог но в первую очередь это психотерапевтические психологические запросы а почему идут не психолога гипнологу но это вообще-то не столько к вам вопрос я одновременно и например и медицинский да психолог психотерапевт европейской регистрации то есть я сочетаю как бы два в одном но тут грани очень скорее юридическое между психологом и психотерапевтом то есть кто имеет право и что называть психотерапии ну да мы уже рассказывали об этом не будем суть в том что гипноз именно это метод который позволяет добиться быстро измененного состояния сознания а если взять многие психологические методы или психотерапевтические или и то и другое вместе то изменение очень часто у человека как раз таки происходят в этом измененном состоянии сознания и вот здесь как раз самая главная самая основная тема для исследований для интереса потому что можно использовать разные методы но самая главная задача это какой полученный результат те изменения которые происходят у человека а известно что измененное состояние сознание это как правило речь идет о снижении активности коры больших полушарий это такой миллиметровый слой которые у нас неокортекс который на больших полушариях находится и можно сказать что основа таких вот воли внимания это так называемая префронтальная зона коры предлобные доли мозга и как раз таки в состоянии транса у многих людей снижается активность этой части мозга но при этом повышается активность других до так называемой лимбической системы мозга и там как раз таки заключены все эмоции не секрет что любые внушения они проходят гораздо легче когда человек находится в состоянии такого эмоционального возбуждения даже есть исследование буквально недавние 12 или 13 год зарубежная которая показала что когда человек находится в состоянии стресса в состоянии сильного эмоционального возбуждения нейромедиаторы так называемые они настолько заполняют область нейронов префронтальной области коры что их дендриты такие небольшие от ручки есть аксон большой от ручка есть маленькие дендриты они буквально сжимаются и у них перестает активность наблюдаться то есть человек буквально смысле слова переходит в более ранние такие более древние режимы функционально функциональности то есть ну можно сказать человек глупеет именно поэтому и объясняется что в периоды такого эмоционального стресса люди могут делать такие вот глупые непродуманные поступки не как бы не задумываясь о последствиях своих действий трудно потом понимаемые да это получается как захват такой до нейронный происходит там даже не захват там есть исследование как раз таки которые которые можно назвать доказательством бессознательного это теоретический спор я не буду в него глубоко вдаваться это не моя область я не теоретик я практик что раньше считалось что всем у нас руководит кора головного мозга и соответственно когда человек видит взять даже древнего человека например хищника то если руководствоваться той теории то сигнал идет в кору в коре он обрабатывается потом идет сигнал к мышцам и на это требуется достаточно времени считается что кора у нас средняя скорость реакции от полсекунды до секунды и исследователь по имени леду он в конце 90-х на крысах установил что оказывается есть так называемый короткий проводящий путь можно сказать у нас в мозгу есть коммутатор таламус и вот этот вот коммутатор таламус он направляет по-прежнему сигнал в кору например зрительная зона коры это затылочная часть головного мозга а по другому пути по короткому проводу он направляет в миндалину и миндалина она анализирует сигнал на опасен не опасен на свой чужой какого пола этот объект и за одну двенадцатитысячную долю секунду она принимает решение то есть 12 очень да то есть я помню когда мы с вами по невербалике разговаривали у нас была передача мы тоже вот об этом разговаривать и вот это вот цифра она меня просто шокировала вот такая сумасшедшая скорость что просто ничего там никаких разговорах по поводу того что сначала я думаю а потом что-то чувствую не может быть и речи да и вот мы подошли как раз к предыдущему разговору что делают вот такие вот либо мошенники либо те кто управляют толпами они стараются людей вывести из критического состояния когда работает у них неокортекс когда у них работает префронтальная кора и вовлечь их в эмоциональное состояние когда начинается более быстрая реакция но это более быстрая реакция она использует действие по принципу схожести и подобия как такими блоками схожи это с чем-то что когда-то было например в детстве но значит нужно этот алгоритм 3 будет триггерить в любом случае а вот что касается вот вы сказали ко мне приходят как психотерапевту я с ними работаю методом гипноза если я вас правильно поняла вы таким образом через метод гипноз быстро проходите к бессознательному и вот работаете с теми проблемами которые человек не может осознать вот с чем-то пришел а непонятно с чем если можно вообще так если это корректно так сравнивать то получается же психоанализ у нас же цель психоанализа такая же то есть человек уходит бессознательное да вот с помощью психоаналитика они углубляются углубляются с каждым разом все глубже глубже но по времени это растягивается на прям вот на годы как сами психоаналитики говорят а вас можно сделать то же самое только как фильме про человек с бульвара капуцинов монтаж джонни я хочу монтаж у вас получается этот самый монтаж да еще называет измененное состояние сознания словом транс не все исследователи его поддерживают корректно или некорректно но она используется и можно сказать что метод гипноза это такой трансформатор который все ускоряет и позволяет гораздо быстрее достичь нужного результата но опять же очень важно с кем проходит эта работа потому что можно сравнить с таким автомобильным мастером который разбирается в очень тонких настройках автомобиля или например прийти к человеку который в общих чертах что-то примерно представляет и которые скажут ну да есть проблемка сейчас я вот здесь вот кувалдой разочек образно все будет нормально понятно хорошо вот следующий вопрос опять-таки из соцсетей может ли быть где могут либо действия теперь уже я в переформулирую вопрос с учетом того что вы сказали это метод может ли быть гипноз как метод вреден причинить вред или сразу туда же еще один вопрос можно ли гипноз как метод применять без ведома человека но или в не получив от него согласие вот прям вот полноценно так вот здесь я бы коснулся различий между так называемым классическим подходом гипнозу и эриксоновскими классический подход он основан как раз таки на тезисе шарко на тезисе джеймса брейда что гипноз является состоянием как вот мы уже раньше узнали это метод они состояния и соответственно а для того чтобы человека ввести в это состояние рекомендуется как-нибудь его туда быстренько отправить каким-то вот быстрым путем напугать вызвать шок для этого используются не очень приятные любые шоковые методы они субъективно неприятны для человека если нашу миндалину которые вот заодно 12 тысяч на долю секунды все анализирует можно сравнить с такой собачки которые по двору бегают а бессознательная с домом то метод классического гипноза это взять палкой собачку стукнуть чтобы она упала и пройти в дом а как это называть убрать охрану убрать охрану да а эриксоновский метод он другой он предполагает налаживание контакта с этой собачкой заговорить на невербальном уровне вызвать доверие покормить ее и чтобы собачка сама пропустила в этот дом то есть там принципиально немножко иной подход методом шока я помню когда в 2009 году на конгрессе психотерапии российской у нас казани он проходил приходил представители от духовенства он как раз таки задавал вопрос что вот гипноз вот церковью не как бы не приветствуется и как раз был там макаров виктор викторович президента профессиональной психотерапевтической лиги он обратился о каком гипнозе вы говорите дело в том что классический гипноз он предполагает как раз вот шоковый метод и прямое внушение а эриксоновский предполагает более мягкий метод без слома воли но я не специалист и вот как раз таки для нас да для нас гипноз мы не различаем что есть классический что есть эриксоновский для нас гипноз он как раз этим и является сломом воли а эриксоновский метод, он не относится к слому воли, то есть он как раз-таки проходит без такого вот. Я, например, классический метод знаю, я начинал в 2007 году, именно классический изучал методы гипноза, и меня всегда как-то недоумение вводил вопрос, ну почему в классическом методе не все входят в гипноз, потому что, опять же говорю, гипноз считался в классике состоянием. А Милтон Эриксон показал, что если найти подход по обходу как раз миндалина, узнать, что любит собачка, с каждым человеком можно дойти до вот такого измененного состояния сознания, но дело в том, что и Милтон Эриксон, и другие исследователи, они всегда делали акцент, что любое внушение может быть принято, а может быть не принято человеком. Если это классический подход, то оно может быть сразу отброшено на уровне сознания, там прямые внушения используются. А в эриксоновском гипнозе даже косвенные внушения могут быть отброшены, соответственно, на бессознательном уровне. То есть говорят, например, про убирание какого-то страха, какой-то фобии, но бессознательная с этим не согласна. Оно не считает, что достаточно сейчас. Человек готов к новому поведению, соответственно, такое изменение просто-напросто не пройдет. Защита срабатывает все равно. Да, да. То есть поэтому тут как раз идет речь о мастерстве терапевта, чтобы найти иной подход. Когда Эрнест Росси описывал работу Милтона Эрикса, но он описывал ее как работу такого некого интеллигентного взломщика, который, чтобы открыть сейф, пробует одну отмычку, вторую, третью, пока не откроет сейф, не ломая замок. Да, и чуть ли не прося разрешения у хозяев. Да. Можно я вас взломаю? Да, да, да. Как-то это очень интересно выглядит. Эриксоновский гипноз сейчас, я так понимаю, это то, как раз, чем вы работаете со своими клиентами. Да, я классический знаю метод, но я только вкратце на нем останавливаюсь в процессе обучения. У нас потому что 10 месяцев длится обучение. По результату мы тем, кто желает, выдаем диплом о профессиональной переподготовке, то есть это диплом государственного образца. И, соответственно, для того, чтобы получить такой диплом, нужно пройти длительное обучение, во время которого человек и внутренне меняется. Потому что помимо гипноза, там многие другие аспекты прорабатываются, и в обращении уже идет и так называемая гуманистическая психотерапия, и экозоциальная психотерапия, и психология. Это уже область таких вот высших ценностей, потому что гипноз, это, вы правильно сказали, его можно как с ножиком сравнить, которым можно хлеб нарезать, можно шоу показывать, можно на всех кухнях он используется для разделки овощей, мяса, можно нападение на человека сделать. И, соответственно, когда человек обучается таким методам, которые позволяют как-то более быстро подойти к измененному состоянию сознания, очень важен нравственный как раз этический аспект того, кто занимается этим методом. Поэтому у меня тоже такой подход, кто приходит на обучение, я в первую очередь отслеживаю, какая у них цель. Я тоже хотела обратить внимание, что у вас ответственная миссия очень, кому в руки вы отдаете эти знания. Это ведь очень серьезно. И, соответственно, например, классические я даю только на четвертой ступени, и те, у кого цель какой-то большая, получить инструмент власти над людьми, они просто от скуки уже к четвертой ступени перестают ходить. То есть они видят, что здесь они получают нечто иное, что здесь надо мастерство оттачивать, что это мастерство напрямую взаимосвязано с этическими, с нравственными, с моральными нормами, и как-то у них постепенно, постепенно интерес гаснет. Понятно. Хорошо. Вот смотрите, вы сказали, что когда вы работаете гипнозом, вы в роли психотерапевта выступаете. Точно так же вы работаете и с психосоматикой, и с какими-то глубокими травмами, с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Поскольку вы клинический психолог, вы еще работаете с какими-то акцентуациями ярко выраженными. Правильно я вас понимаю? Безусловно. Понятно. И вот что касается еще гипноза, пока я готовилась к передаче, я нашла достаточно много разновидностей гипноза. Я их даже выписала. Смотрите, какие я встретила. Эстрадный, ну, эриксоновский мы уже назвали, цыганский, регрессивный, генеративный и шоковый. Ну, вот теперь я понимаю, шоковый – это примерно то же самое, что классический. Да, я его один раз видела, человек вот так в лоб ударили, и он упал просто. Это было ужасно, но я это видела. А вот регрессивный гипноз и цыганский меня интересуют. Ну, эстрадное тоже более-менее понятно, что это такое. Все-таки цирк. Можно даже как бы это времени не выделять. А вот регрессивный и цыганский меня интересуют. Или цыганский тоже цирк. Сейчас скажу. Дело в том, что всеми специалистами есть два подразделения на два основных вида гипноза. Это классический и эриксоновский. Все остальные – это те или иные разновидности уже этих двух основных подходов гипноза. Соответственно, регрессивный гипноз – это регрессия, которая происходит от слова «назад». И, наверное, это к эриксоновскому относится. Она больше относится, конечно, к эриксоновскому, хотя в классическом тоже есть феномены регрессии, воспоминания. То есть это относится к двум гипнозам и к тому, и к тому, но к эриксоновскому в большей степени. А есть уже такой подраздел регрессивного гипноза, который использует концепцию прошлых жизней. И вот его очень часто сейчас, как бы это популярный метод, многие люди идут на этот метод. То есть техники те же самые регрессивного гипноза просто используются подход, что есть прошлые жизни, и что методом гипноза можно увидеть прошлые жизни. Как будто бы это допускается в работе, вот в этом направлении. В этом направлении, да. То есть есть такая парадигма тех, кто в это верит. То есть взять огромное сообщество буддистов, у них прошлые жизни в их религию ходят, а буддизм относится к основным ветвям религии. И соответственно, те люди, которые занимаются регрессивным гипнозом, это следует понимать, это просто регрессия в прошлое в рамках эриксоновского или классического гипноза, или это поход, чтобы увидеть какую-то прошлую жизнь тех людей, которые верят в концепцию прошлых жизней. То есть если человек идет к регрессологу, он должен четко понимать, с какой целью он идет, свою жизнь, в этом воплощении посмотреть, что там, где какие иголочки сидят, которые мешают мне перестать есть кактус. Либо какие-то прошлые жизни, которые он признает, человек сам в себе и, соответственно, идет с верой вот к этому человеку. Ну вот как-то вот второе не очень научно, мягко говоря, выглядит. Да, это зависит от того, во что специалист, который проводит этот метод, то есть, повторюсь, гипноз — это метод, во что верит. То есть это уже некие такие вот стены, если бессознательный этот дом, то там есть стенки. И вот есть какая-то комната в этом доме, где стенки, кирпичи сложены из веры в эту концепцию. И, в принципе, ну как бы отношение к разным, терпимо к разным идеям, это, наверное, хорошо, потому что человек развивается. И даже если в процессе своего развития заходит в разные участки пространства, то это расширяет видение пространства. Можно я угадаю, предположу, точнее говоря, о цыганском гипнозе, что, исходя из того, что вы говорили о классическом гипнозе, что это выключение наокортекса, да, то цыганский к классическому относится? Он где-то, знаете, на промежуточном этапе, да, между классическим и эриксоновским, потому что цыганки, они говорят, говорят они достаточно быстро. И там от речи тоже зависит очень... Быстро и одновременно, и этим выключают, собственно говоря. Они, как по классическому методу, они забивают каналы восприятия. Вот как раз, вот это часть классического. Часть классического. А часть эриксоновского, это речевые паттерны, которые они используют. То есть это уже и отслеживание невербалики. Если цыганка подходит, и что бы она ни использовала, человек спокойно смотрит, то есть она видит, например, нету напряжения в области рта, у нас вот ноги, как вы помните, из невербалики мы как раз с вами обсуждали, это первое, а второе это рот. Потому что вот любое подавление эмоций, там, например, стыд, вот можно по вот этим вот... Ниже вот эти уголки губ опускаются. Да, печалька там будет такой вот здесь вот на подбородочке. То есть рот это всегда второй такой вот инструмент, который выдает человека. Ну и, конечно, рассогласование разных этажей. То есть если там, например, человек контролирует рот, но лоб все равно покажет. То есть у нас словно нижняя, средняя, верхняя часть этажей. Исходя из того, что их этому учат с молодых ногтей, что называется, они к взрослому уже профессионалами становятся. Да, а это уже эриксоновскому. Профайлерами своего рода. Да, это уже эриксоновскому ближе. То есть они берут методику забивания каналов информации от классического, а отслеживание невербалики, отслеживание мельчайших мимических каких-то сигналов, это уже от эриксоновского. Они вот это вот комбинируют, учат их этому с детства, и, соответственно, они это используют для одурачивания, скажем так, внушаемых людей. А вот что касается самогипноза, или, не знаю, можно это ставить рядом, или я, предположу, или так называемые аффирмации. Вот, допустим, я раньше к ним достаточно лояльно относилась, сейчас отношусь немножко по-другому, потому что прочитала статью, где написано было, что аффирмации не работают. Просто так, если человек перед этим, перед тем, как начать аффирмации говорить, проговаривать, не введет себя в некое состояние вот этого вот, какое слово вы сказали? Измененное состояние состояния. Ну, нет, одним словом. Транс. Трансовое состояние. Пока, да, пока человек не введет себя сам в состояние некого транса. Это действительно так. И вот, если я пришла с работы, села перед зеркалом и решила аффирмации прочитать, это не сработает. А вот если я успокоилась, там, ритуальные действия какие-то совершила, типа, там, переодевание, умывание, там, чашка чая, а потом села, сосредоточилась, там, дыхание настроила, то эффект аффирмации будет высокий. Это ведь про самогипноз или нет? Или это я все в одну кучу свалила, в одну корзину? Да. Дело в том, что даже языки у сознания и у подсознания, у бессознательного, они разные. То есть язык сознания — это логика, это такие логические вычисления, а язык бессознательного — это образы и символы. И, соответственно, в бессознательном таком ближе состоянии человек в измененном состоянии сознания, в трансовом состоянии сознания обращается ближе к некому такому чувственному, эмоциональному опыту, который ближе всего передается через воспоминания каких-то образов. Это, если обращаться к мозгу, это активирование неких нейронных цепочек, с которыми связаны некие эмоциональные ощущения. Вообще, здесь уже мы ближе к такому самому важному вопросу подошли, что большинство людей, они стремятся к счастью. Но дело в том, что счастье для каждого свое. А на уровне физиологии для мозга счастье четко имеет химическую составляющую в виде так называемых нейромедиаторов — дофамин, серотонин, эндорфины, энкефалины. И, соответственно, эти нейромедиаторы выделяются в ответ на либо событие какое-то, которое вызывает их выброс, либо даже на воспоминания. Об этом событии, вызывая опосредованную эйфорию такую. А есть еще более глубокое такое вот знание, более глубокое исследование, тоже в отношении дофамина, что даже не только само получение удовольствия способствует выбросу дофамина, но даже предвкушение этого удовольствия уже способствует выбросу дофамина. То есть так называемое дофаминовое ожидание. Да, да, да. И есть еще тоже одно исследование. Когда удовольствие получено, на обезьянках это проводилось, исследовалось уровень их дофамина, с течением времени выбросы дофамина начинают уменьшаться. И человек должен искать новые стимулы. Новые стимулы. Новые стимулы. Это тоже крайне важно. Поэтому аффирмация, она поначалу может приносить такой вот радость, удовольствие и способствовать выбросу эндорфинов, энкефалинов, серотонина. Если это будет происходить постоянно, то человеку нужно что-то немножко менять уже. И, конечно же, состояние транса, оно в этом деле самый главный союзник. Потому что очень быстро можно вспомнить какое-то вот приятное, хорошее состояние. И, соответственно, для мозга разницы нету. Мы можем смотреть фильм и чувствовать злость по какому-то эпизоду. Чувствовать страх, если неожиданно в фильмах, ужасах что-то происходит. Чувствовать тревогу, чувствовать радость, восторг. Во сне, например, мы можем точно так же испугаться, хотя мы лежим неподвижно. Можем испытать сексуальное возбуждение, можем почувствовать радость сильную. И самое главное, что в состоянии сна, что в состоянии транса, что при просмотре фильмов, в мозгу у нас будут выделяться нейромедиаторы. То есть наш мозг будет эти все события ставить в один ряд и реагировать на них выбросом нейромедиаторов, которые запускают определенную реакцию в теле. Этим как раз-таки и основной инструмент для психотерапии, что когда мы работаем с какой-то психотравмой, мы перед этим человека просим вспомнить что-то, ну это уж я секрет такой раскрываю, просим вспомнить что-то приятное, чтобы спровоцировать выбросы вот как раз гормонов радости, гормонов удовольствия. А уже потом работать с каким-то вот болезненным воспоминанием. То есть, ну это уже с опытом как бы приходит. Такая соломочка такая подстилается небольшая. Да, биохимическая такая, нейрохимическая соломочка. Правильно ли я понимаю, что вот этот эриксонский гипноз или его вот какие-то части можно использовать, ну человек использует даже иногда неосознанно для саморегуляции? Ведь это так получается, исходя из вот этой дофаминовой информации про дофамин, про нейромедиаторы. Хорошо. А еще, знаете, такой вопрос мне попался по поводу НЛП. Ну мы же знаем, что НЛП это нейролингвистическое программирование. Вот некоторые исклонны считать его тоже таким, своего рода гипнозом. Есть там, или правда, или нет? Там есть элементы гипноза, но там используется легкое такое измененное состояние сознания, то есть небольшое изменение. То есть там не используют глубоких измененных состояний сознания. Вот там именно больше речевые используются паттерны, как раз языковые. Учитывая, что один из создателей НЛП как раз был лингвист, они лингвистические все аспекты, моменты разложили. И плюс используется моделирование, то есть там идея моделирования, вот они берут поведение людей, рассматривают и, соответственно, их моделируют. В том числе создатели НЛП, они как раз-таки моделировали и Милтона Эриксона, отца эриксоновского подхода к гипнозу. Понятно. Где мы можем встретиться вот с этим методом гипноза, даже не понимая, что мы имеем место с ним? То есть в отличие от цыган? Да, вот что мы это как раз вот оно, вот мы с ним сейчас встретились. Как его опознать? Если я не пришла к психотерапевту, гипнологу. В быту? Да. В быту некоторые люди неосознанно используют гипноз, и очень часто благодаря, можно сказать, в черном окрасе, такому детки получают травмы. Например, ребеночек потянулся к посуде какой-то или там, где сладкое лежит. В этот момент заходит мама, ты что делаешь? Падает рука, действие не закончено. Даже это не только незаконченное действие, это испуг, измененное состояние сознания, шок. Зафиксировалось. Зафиксировалось. И дальше прямое внушение. Не смей там без разрешения там куда-то лазить. Ой, мама дорогая, вот так просто? Один пример. Вот это же прям очень просто на бытовом уровне может осуществиться. Другой пример. Приходит ребеночек из школы, показывает там дневник, там, например, двойка. И, например, благодушный до этого родитель, который был там в хорошем расположении духа, вдруг резко меняется в лице, там, может, стукнуть по столу или подняться с изменившимся от гнева там лицом, там, с сжатыми губами, с двинутыми бровями, нависнуть, заговорить таким тоном, громким голосом и сказать, «Ты, тупица, да чего ты в жизни добьешься?» И вот внушение. Чего ты в жизни добьешься? Почему очень важно людям понимать такой гипноз, чтобы понимать вот эти вот моменты, насколько они потом могут повлиять на дальнейшую жизнь человека? То есть, получается, из ваших слов, что мы вот этими детскими неправильными паттернами родителей, мы загипнотизированы? Да, да. Один из исследователей транса об этом, измененных в состоянии сознания, об этом так и говорил, что нас гипнотизируют в детском саду, в школах, родители гипнотизируют, общество гипнотизируют, продавцы гипнотизируют. И вопрос, выбираемся ли мы из этих измененных состояний сознания и отбрасываем ли ненужные внушения, которые тянут нас назад? Это вот как сравнить с рудиментом. Вот у людей был когда-то хвост, помогал им лазить по деревьям, но время прошло, все изменилось, и они избавились от хвоста. А мы с хвостами ходим? Остался рудимент в виде копчика. А мы ходим с хвостами? Да, а люди ходят продолжать ходить с этими хвостами, и эти хвосты их в ту или иную сторону еще заносят, затаскивают. Его еще таскать надо. Да, да, да. Это вот можно сравнить с тем, как в детском садике, например, принято всем на горшки ходить. И это то же самое, что приходят в школу и тащат с собой горшок. И на переменах его торжественно ставят в коридоре, да, и садятся делать свои дела. Вот то же самое с людьми, со многими происходит. Не понимая этих механизмов, они продолжают под влиянием тех нейронных сетей, тех выбросов нейромедиаторов продолжать то какое-то внушение первичное, снова и снова подкреплять. И по механизму самоподкрепляющего такого замкнутого круга оно продолжает действовать, действовать, усиливаться. И для того, чтобы из него выйти, нужно сначала осознать, потом в определенном тоже измененном состоянии сознания пройти через вот этот вот момент с другим уже, с другой эмоциональной реакцией, с более спокойной, чтобы продышаться, чтобы миндалина научилась. Вот это как раз вот наша собачка, чтобы она научилась понимать, что эта ситуация, она не повлечет результатов, что тебя вот сейчас на костре вот тут разделают и начнут жарить и есть. Что когда-то, да, когда-то это было актуально, когда-то было актуально ходить на горшок, когда-то было актуально с хвостом по деревням лазить, но сейчас совершенно другая. Надо не брать острые предметы в маленьком возрасте, но это было сделано некорректно, и поэтому вот такой результат. Хочет сказать, Александр, разгипнотизируйте меня, пожалуйста, от вот этого всего детского вот этого «не трогай, не бери, сиди, слушай взрослых» и так далее. Ты какую оценку принесла? Приходите к нам на обучение. 95% я вам точно говорю людей вот с этим вот грузом, с хвостатыми, с горшками. Когда они приходят на обучение, уже на первой ступени они говорят, вот зачем мы ходили по разным обучениям, по разным психологам, по разным специалистам, какие-то вот грани этого мы слышали, там, там, сям, но говорят, вот оказывается, куда нам нужно было идти, но у нас вот в феврале, буквально в эти выходные 4-5-го будет набор в Торстан-Нелпи-центре на большой курс гипноза, и следующий в апреле, а потом только в сентябре. То есть там, ну, мы все это проходим. Тот человек, которому это надо, он обязательно это услышит. Вот обязательно. Как это говорят сейчас модно говорить, вселенная так работает. Да, 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 согласен. Мы будем говорить, что бессознательное так работает. Хорошо, спасибо огромное вам за беседу. Я была в очередной раз поражена вашими глубочайшими знаниями и открытиями, которые с помощью вас я делаю в своей собственной жизни, в своей собственной истории психики, в развитии своей психики. И зрителям могу сказать, что у нас есть теперь информация, как сказал, кстати, один из моих гостей, по-моему, Анастасия Макуха. Мы делаем психологи и психотерапевты ужасную вещь. Мы лишаем человека незнания. То есть теперь мы все знаем, что у нас есть вот такая штука из детства, которую можно снять в том числе и гораздо быстрее с помощью гипнотерапии. И есть человек, который этим занимается. Александр, добро пожаловать. Вот к этому замечательному специалисту я, например, буду первая. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за то, что вы пришли. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Берегите себя. С вами была передача «Фокус на человека». С вами была передача «Фокус на человека».